Все поля, по которым может ходить черно-хвольный слон, я покрасил в 20 лет. 12 полей не заштриховал, и остальные 20 полей не заштриховал. Мне кажется, это понятно. А вот теперь сообразите. Представьте себе, что у нас есть очередь, в которой 12 женщин, ну, может, там какие-то мужчины еще есть, и при этом известно, что ни женщины не стоят в этой очереди рядом, ни мужчины не стоят в этой очереди рядом. Скажите, пожалуйста, сколько может быть людей в этой очереди? Максимальное количество. 25. 25, молодец. Почему 25? Ну, потому что у нас, получается, стрелять мужчин, и между ними, как бы у нас, ну... Правильно. Могли начать с мужчины, закончить на мужчину, ну, а дальше все понятно. Женщина-мужина, женщина-мужина. Отлично. Так что у нас в этой задаче может выполнять роли этих женщин и мужчин? Ну, правильно. Роли технику за гражданами. Белые клетки. Это кто? Мужчин. А на самом деле? Женщина. Вот эти клетки, которых мало, их глинарный штук, правильно? Да. Замечательно. Обратите внимание, может слон пойти... Здесь он ходит по кустой типу проблем. Может слон пойти с белой на белую? По горизонталью, по горизонталью, по горизонталью. По горизонталью, по горизонталью, по горизонталью. Ну или здесь тоже видно, да? Вот с этой клетки слон никак не может пойти... Стоп. Может. В центре. Стоп, 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 стоп. Вообще-то может. С белой на белую... Может. Пойти может. Поэтому сказать вот здесь вот, вот здесь с белой на белую, может. И здесь с белой на белую, может. Да. То есть вроде я не прав с этим моим женщинам и мужчинам. Или что-то не прав? Может пойти с заштрихованной клетки на заштрихованную слон? Да. Может. Может пойти с незаштрихованной на незаштрихованную? Тоже может. Значит, вообще все, что я сделал, глупость. Правильно? Да. Какой я младился. Объедините вы высленно вот эти две клетки. Просто дайте вы им номера. Смотрите. Вот эту обозначьте каким-нибудь одним именем. Эту обозначьте каким-нибудь вторым именем. Эту третьим. Эту... То есть там, я не знаю. Миша, Миша, Вова, Вова, Коля, Коля. Володя, Володя. Там, не знаю, там Юра, Слава. Все остальные клетки пусть будут иметь свои отдельные имена. Скажите, пожалуйста, тогда какое будет правило? Что? Что с клетки нельзя войти ходом слона. Согласны? Объединяем мысленно клетки так, как я нарисовал. Объединили? Когда мы объединяли эти клетки, между новыми заштрихованными объектами, обязательно должны быть не заштрихованные. Это веселая жесть. Разве это не задача про мужчину и женщину? Итак, представьте себе. Вот этим клеточкам найдем женские имена. Всем вот этим двенадцати клеточек. И повторяю, вот этим клеточкам даем мужские. Причем этим одно и то же. Этим одно и то же. То есть вот это. Одно и то же имя, получили две клетки. Какой-то другой имя, получили эти две клетки и так далее. Так вот, осталось завершить решение задачи. Есть двенадцать таких клеточек и двенадцать таких... Чего двенадцать? Двенадцать. Больше. Шестнадцать. И шестнадцать таких объектов. Мы должны сложить строчку. При этом вот такие вот объекты не могут стоять, что? Вместе. Они могут стоять рядом. Не могут стоять рядом. Так значит, всего будет не больше, чем сколько? Чем 25. Да. Но все-таки правильно идти в 29, а не в 25, потому что такие штуки на самом деле две клетки. Поняли? И между прочим, ребята, мы доказали замечательную вещь. В наилучшем маршруте обязательно мы должны из этой клетки переходить в эту. То есть, смотрите, мы довольно большой кусок наилучшего маршрута узнали. Как устроен наилучший маршрут? Вот из этой клетки он обязательно переходит в эту, там, из этой. Понимаете, да? Извините, что я, не уж я что рисую, но смысл понятия. Более того, если уж он так прошел, то дальше тоже вариантов не так много. Правда, я не могу сказать, что обязательно вот такие штуки будут. Потому что вообще-то он мог начаться в одной из этих клеток. В одной, да? И здесь тоже мог начаться. Но с другой стороны, действительно, не так уж много наилучших машин. Ну и с другой стороны, я боюсь, я не буду сейчас пытаться даже выписать все, потому что боюсь об этом. Продолжение следует...